У нашей страны есть две надежды – нефть и Евровидение. И обе эти надежды сплелись в ней – волсы. У нас поют и газопровод, и нефтепровод, часто поют самолёты, часто поют вертолёты. Страна большая, продавать есть что. Злопыхателей называет её «поющая бензоколонка». Но, знаете, если бы все бензоколонки звучали так, мир бы охватила поющая гармония. Алсу с детства занималась вокалом, и в отличие от многих детишек, родившихся с золотой ложкой во рту, занятия не прошли для неё даром. А старания стилистов, звукорежиссёров, постановщиков шоу и прочего обслуживающего персонала сделали из неё звезду европейского уровня. Все-таки папа и папины деньги, и неправильно выбранные папой люди сделали свою тему. То есть могли бы ошибиться вполне себе, и сделать из Алсука другую певицу, которая могла бы, например, быть менее интересной. И в конце концов, именно на этих хрупких плечах пришла вера в то, что Россия может победить на Евро и Едине. Всегда найдутся завистники, которые скажут, что Алсу повезло. Но дело в том, что она распорядилась своими возможностями так, как надо, за что и респект, и уважуха. Алсу. Первое место.